К сожалению, снова актуальной стала тема детского суицида. И с этой трибуны пять лет назад я призывал, чтобы принять необходимые меры. Включите ролик, чтобы все было ясно. Вот с этой трибуны. Две минуты. Ну и вот есть вопросы, которые стоят в повестке дня, но почему-то у нас боятся их обсуждать. Вот опять в Ногинске покончил жизнь самоубийством. Молодой мужчина вместе с ребенком. Не надо поднимать тему суицида. Но не мы же поднимаем ее с вами. Мы должны потребовать проведения профилактических бесед с населением, чтобы остановить. Ибо это эпидемия. Ибо люди считают, они проявляют следовательность. Ну и мы это сделаем. Главное там дети, девочки 14 лет, еще подростковый возраст. А здесь же все как бы обосновано. Ему 33 года. Это тоже рубеж определенный. Большинство разводов в 32-33. Все надо изучать, социология. Чтобы у нас занимались больше администрация этими вопросами. Человеком. Вот. Мы подняли. Нам говорят, не надо, не надо. Не поднимайте. Ну хорошо. А что сейчас подняли? Количество трупов. А. Вот там брак. Звук включите. Видите, какой брак. Видите? Вот. Высший орган государственной власти. Ролик включить не могут. Ролик. Начали. А теперь вот. Ну не важно. Смысл один. Что. Значит. Вопрос поднят. Прямо здесь. Где-то там в кулуарах. И что делаем? Ничего не делаем. А сейчас вдруг вы что зашевелились? Проект закона готов. Скоро будете обсуждать. Единогласно примите. Это вот наша проблема, Россия. Мы всегда нужны годы и годы и годы. Делаем, но с большим опозданием. Посмотрите, уголовный кодекс. Большинство стран Европы предусматривает наказание за доведение до самоубийства. А мы что ждем? 96-й год. В проекте уголовного кодекса нового, по которому сегодня живет страна, было. Потом кто-то опять выбросил. Чтобы навести порядок, мы должны знать, кто инициаторы. Не обсуждать проблему, не вставлять в уголовный кодекс. Кто их? Надо фамилии называть. Кто эти люди? Чем они руководствовались? Мы вот и те самые, кто экономикой занимаются. Здесь сказали, нужно заслушать министра экономики. Что-то там не так делает министр финансов или министр промышленности. Надо заслушать директора ФСБ здесь. Так уже выступал Крючков в 90-м году. И доказывал, что определенные силы действуют на наше правительство. Что оно подконтрольно, так сказать. А вы все хотите министров, так сказать. Причем, если министров, система не работает. Простой пример. Суицид вы не обсуждаете. Вам дали команду. Не надо. Через 5 лет дали команду. Надо. И вы будете голосовать. А зачем вы все нужны, 450 человек? Сюда кого вызывать? Давайте, у нас же есть архивы. Поднимем. Кто в 96-м году выкинул статью об ответственности за доведение до суда. Это здесь. Депутаты. Комитет. Кто это сделал? Даже кто сверху дал отмашку в 12-м году, 5 лет назад, что не надо обсуждать. И кто сейчас дал отмашку, что надо. Герои. Герои. Определенные лица руководят. Мы поддержим. Конечно. Но я просто хочу еще раз сказать, что ЛДПР всегда идет впереди по всем направлениям. Вот на одном из совещаний нам понравилось, как Вячеслав Викторович отдернул министра сельского хозяйства. Но я его здесь отдернул, когда он у нас был на правительственном части. Он хамил депутатам, так сказать. И я здесь сказал, но вы, видимо, не отреагировали. Я прошу комитет по сельскому хозяйству и по бюджету, кредитам. Займитесь тем, почему 11 миллиардов пошли в Казахстанский край на хозяйство имени отца министра сельского хозяйства. 13 дали на край, 11 ему. Поэтому надо за этим следить. Кассовые аппараты. Мы приняли поправки к закону. А исполнение как идет? Какая-то фирма заказывает в Китае. Почему в Китае? Себестоимость 500 рублей, а продают нашим предпринимателям за 9 тысяч. Сотни миллионов заработает какая-то мафиозная структура. Поэтому мы законы иногда хорошие принимаем. И мы, может быть, даже сейчас всегда хорошие принимаем. А исполнение? Ну это же нужно наказывать. Вот Почта России докопались в 2014 году премия 95 миллионов вместо трех главе Почты России. Теперь выясняется, что внутри ведомства некая гражданка, отвечающая за премирование отрасли, сделала ему такую премию. Какие отношения? Наверное, был откат. Он получил только 3, а 92 куда ушло? И самое главное, формирование доходов организации. Мы им даем из бюджета деньги, а они их проводят как доходы фирмы. Так как хорошо. Ничего не делай из дохода. Бюджет дал деньги, а вот наши мы заработали. Дайте нам премию. Тройное преступление. Тройное. Поэтому, конечно, должен уйти с поста и руководитель Почты России. И эта дама, второй вариант Васильевой. Одна в Министерстве обороны химичила. Другая теперь в Министерстве связи химичит. Поэтому надо наказывать. Наказывать за это. Ну вот Сахалин. Опять же, коррупция. Рассматривают, наконец, дело губернатора Хорошавина. И звонки с угрозами. Сахалин превращается в Сицилию. В Сицилии мафия господствовала долго. Время остров. Италия, Рим далеко. И здесь. А самое главное, где депутаты, одномандатники? 8 депутатов Краснодарского края молчат. По кредитам для сельского хозяйства. Сахалинский депутат, только один, по-моему, молчит. По Московской области. Или сейчас Ленинградская область. Там нет депутатов. Или есть там место на Рыжкино. Надеюсь, вы поддержите, что выиграет депутат от ЛДПР. И не вздумайте там выставлять своих кандидатов. 10 сентября это место займет 40 депутат от фракции ЛДПР. Потому что вы и так много у нас забрали. За счет ваших великих, знаменитых. А их даже в зале заседания нет. Вы с днем рождения поздравляете. Их даже нет в день рождения. Хотя порядок один для всех. И для великих ученых, и для великих театральных деятелей. Здесь должны юристы сидеть. А не великие физики и наши Достоевские 21 века. Поэтому нужно на это внимание уделять. Из самолета высаживают спортсмена. Длинные ноги. Ну куда дальше идти еще? И опять пусть наши женщины не обижаются. Вот везде что-то за действительной женщиной. Стюардесса. Ей не понравилось. Парень пересел специально на другое место. Чтобы не мешать. Ну как же без разрешения стюардессы? Вернись на свое место. А там мешает проходу стюардессе. Она бежит, жалуется командиру экипажа. А командир экипажа к ней относится, видимо, ласково. И вызывают полицию, и спортсмена вышвыривают самолета. Что это такое вообще? То мальчика ставят на колени. Полицейские приехали. Ленинградская область. Ну садист этот. Белецкий предприниматель. Садист в чистом виде. Наверняка детей нет, жены нет. Вот он гоняет мальчишек у себя во дворе. И здесь. Я сам помню, мы только этим и занимались. Что из самодельных пистолетов, какие-то рогатки, резинки, по машинам, по лампочкам. Это детство. Дайте кружки. Дайте спортивные секции. Дайте возможность культурного досуга. Вы выбрасываете молодежь, а мальчики 10, там, 12-15 лет, они взрослеют. Вместо того, чтобы его арестовать, отвезти в полицейский участок. Ну вы приехали на ряд. Спросите. Мальчик, это ваш сын? Нет. Почему на коленях стоял? Почему кровоподтеки? Его арестуйте, а мальчика довезти до дому, передайте родителям. Вот так сделал бы грамотный полицейский в европейской стране. А у нас хап. Ребёнка, ну же легко же. Чё ребёнок? Он же не будет сопротивляться. А предприниматель, наверное, уже видно по машине, товарищ состоятельный. Случай чего, видимо, заплатит. Это всё вот на наших глазах происходит. И везде депутаты должны вмешиваться. Но почему я один вмешиваюсь? Где депутаты Ленинградской области? Молчат. Никого нет. Московская область. Провокация с выборами. Руза. И что? Надавили наших 7 депутатов. Буду говорить про московскую. А вы, мафия, защищаете её. Преступление у вас в московской области. Самая преступная, преминальная область. Как был бывший губернатор Громов, так и сегодня. Видите, что он надел в Единая Россия? Вот они подкупленные депутаты. Подкупленные сто раз. Выгоните её в Единая Россия. Вот лечите её мандаты за защиту мафии и бандитов. Она не понимает, что депутаты защищают народ, а не губернатора. Это сто раз я уже слышу. Как начинают практиковать Москву, Московскую область, сразу поднимаются в защиту. Потому что подкуплены все московским правительством в Велушкове и сегодня до сих пор вас подкупают. Я вам говорю о выборах, что в Рузе прямое давление на депутатов от ЛДПР. 7 человек подкупили, запугались, заставили выйти из списка. Список сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Мафия. А сидел в тюрьме, снова вернулся. Снова он молочная мафия в русском районе. И она ещё просит, чтобы мы не говорили. Сто раз будем говорить. Бандиты и воры в Московской области. А депутаты от неё некоторые тоже коррупированы. И вас подсюда дадим. В марте следующего года объеду в Кремль. Я вас буду расстреливать и вешать. Негодяи и подлецы. Во всех парламентах мира министров критикуют. Поэтому если кто-то не туда попал и хочет, чтобы хвалили, то он должен понять, что не для этого выбирается орган. Мы представляем здесь избирателей. За спиной ЛДПР стоит 13 миллионов избирателей. Поэтому мы здесь будем говорить то, что они от нас требуют. А не то, что кому бы хотелось услышать. Мы недовольны вашей работой, господин министр. Недовольны. Ну, простой пример. Профориентация. Минобразование готовит специалистов, и они половина без работы. Или не по специальности. Где реакция министерства туда? Неужели вы не можете договориться? Кто вам нужен в ближайшие 5-10 лет? И дайте задание Минобразованию по этим направлениям готовить специалистов. Ведь надо сокращать какие-то кафедры. Другие, наоборот, создавать. Сокращать факультеты. Другие создавать. Но это же не происходит. Минобразование работает, как представители горохи. Уже специальностей этих нет. Уже организации нет, где бы они должны работать. А они всё продолжают. Почему? Объясняю. Трудоустройство преподавателей. Если мы сокращаем какую-то специальность, или не принимаем студентов, то преподавателей нужно убирать. Чтобы преподаватели имели нужную нагрузку, и по его профилю, обязательно приказом ректора дадут студентов, хотя студенты не хотят. Мы создаём безработных. Они недовольны. Хорошо, не обязательно безработные. Они работают не по специальности. Это что такое вообще? Работать не по специальности. Это как противно. Я 40 лет проклинал всю нашу страну, потому что работал не по специальности. Мне не нужны были эти организации. Советский комитет защиты мира. Плевать мне на этот мир. И запах. Потом инюрколлегия, имущественные дела советских граждан за рубежом. Зачем всё это мне нужно? Высшая школа профдвижения. Зачем? Издательство мир. Поэтому произошла революция в нашей стране. И рухнула страна. Потому что вы, министерство, туда плохо работаете. Вы готовите нас. Мы получаем образование, а работы нет. И мы работаем десятки лет там, где нам противно. Мы не хотим. Отсюда и разводы. Отсюда плохое здоровье. Потому что для человека большая часть жизни проходит в трудовом коллективе. Если он туда пришёл, а ему противно, то вы понимаете? Вот водитель, который мальчика задавил и постоял на колени. Он не там работает. Он работал в прокуратуре. Выгнали. Ещё где-то выгнали. Вот он мстит. Нам с вами мстит. Издевается над ребёнком. Поэтому обеспечьте профессиональную подготовку. Профориентацию. Я нигде не видел ни в одном городе России. Пункт профессиональной ориентации. Нигде не видел, чтобы были занятия в школах. По профориентации. Чтобы наши студенты, будущие абитуренты, знали, по каким профессиям будет работа. Карьера была на днях. Образование и карьера. Образование это министерство образования занимается. А карьерой вы занимаетесь. Вы пришли туда, чтобы подсказать молодёжи, какие профессии будут в 20-м нужны, в 25-м, в 30-м. Вас там нету. Вы работаете только по своей линии. Ненормированный рабочий день. Что это означает? Арабский труд. Сколько начальник скажет, столько и будете работать. Не хочешь, уходи. Надо как-то это стандарты какие-то поставить здесь. Уже давно во всём мире почасовая оплата. 100 рублей в час. Не можете, давайте 80. Но система нужна, чтобы человек знал, сколько он в этот день заработал. Мой дед выдавал на своей фабрике до войны, это была Польша, зарплату сам по пятницам. Он всех рабочих знал. Ему нужен бухгалтер, насмотрщик, начальник цеха. Вот поэтому мы отстаём. У нас огромный штат бухгалтеров, социологов, директоры, юристы. А толку нету. А он хозяин фабрики видит. Бездельник меньше даст. Хорошо работает, больше даст. Пьяница не даст деньги построить дом. Хорошо работает, вот бери лес бесплатно, строй дом. То есть у вас нету связи с трудовыми коллективами. Вы не знаете, что они хотят. Поэтому надо здесь работу вашу как-то скорректировать. Вы Министерство труда, у вас же районные инспекции труда. В каждом районе. Что ваши инспекторы труда не видят, какие плохие условия труда. Какой травматизм до сих пор. Сколько тысяч людей погибают из-за производственного травматизма. Почему эту цифру не приводите здесь? Это вы отвечаете, министр труда. Вам ставим тройку с минусом за вашу работу. И уверены, что в будущем составе правительства, которое будет сформировано новым президентом, избранным в стране в марте следующего года, вас не будет в том составе правительства. Нам нужен другой министр труда, чтобы граждане знали, что о них заботятся, что он получил профессию, по которой получит работу, хоть какая-то минимальная зарплата, минимальное жрелье. Пять миллионов живут ниже черты бедности. Сто лет не можем покончить с бедностью. А остальные получают миллионы, миллионы. И с бывшими мужьями всё судится. Кому из них 200 миллионов оставить, кому 100. Плохо работаете, министр!